Когда латвийские власти на днях отозвали лицензию либерального российского телеканала Дождь, они по крайней мере объяснили, почему пошли на такую меру, вызвавшую протест со стороны массы русских журналистов, медийных организаций и общественных деятелей, которые работают сейчас за границей. Твиттер же, как я вчера рассказывал, действовал тихой сапой баня консерваторов. Другие страны при фронтовой Балтии проявили аналогичную солидарность и тоже забанили Дождь. Сперва Литва, а потом и Эстония, на которую всего за день до этого возлагал надежды главред Дождя Тихон Дедко. У меня нет ни малейшей симпатии ни к Дедко, с которым мы вместе работали на РТВА и в Нью-Йорке, и который вел себя со мной крайне высокомерно, ни к его жене Екатерине Катрикадзе, которая несколько лет была моей начальницей, а потом уволила. Я не задавал глупых вопросов за что, но подозреваю, что левачка Катрикадзе выгнала меня за неполиткорректные взгляды. Ну, имела право. На своем веку я писал для десятков изданий. Выгоняли меня редко, но многие из них от столицы и сегодня до нового русского слова закрывались. Слово, впрочем, в этом году воскресло в сети, или, как филадельфийская чайка или израильские вести, переставали платить. Так что я знаю, как тяжело придется сейчас коллективу Дождя и от души ему сочувствую. Но, насколько я понимаю, закрывший их латвийский регулятор не мог поступить иначе в свете трех нарушений, уже допущенных Дождем, который, получив в Латвии лицензию, считался латвийским СМИ и был обязан подчиняться латвийским законам и правилам. Поэтому, когда он опубликовал на своем сайте карту, на которой Крым был раскрашен российским цветом или назвал армию РФ нашей армией, он нарушил эти правила и был за это оштрафован. После того, как сотрудник Дождя Алексей Коростелев заявил в эфире 1 декабря «Мы надеемся, что многим российским военнослужащим мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте», латвийская сигуранца затеяла расследование, а регулятор отозвал у канала лицензию. Руководство Дождя заявило, что Коростелев оговорился, но потом все же сочло за благо его уволить. «Я живу на Западе уже скоро полвека, и его заявление сильно резануло мне слух. Это была не оговорка. Могу себе представить, как это восприняли в Украине. Как восприняли его в префронтовой Балтии, мы уже видели. Латвия, между прочим, помогает Украине больше в пересчете на душу населения, чем любая другая из 52 помогающих ей стран. Не твердая походка хороших русских журналистов естественна и легко объяснима. Это и РФ-происхождение, и привычка к своей российской аудитории», пишет в «Новой газете» журналист Артемий Троицкий. «И вот от этого смягчения фокуса тоже необходимо избавляться», – продолжает он. «Невозможно быть де-факто и де-юра на Западе, и де-мента, напрокисший в конец родине, пусть и нашей. Милым сантиментам тут не место, в огне брода нет. И наши мальчики – это никак не бандиты из ЧВК и даже не отмороженные мобики». Окончание завтра. Владимир Козловский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова